Великий неизвестный, так называют таинственный космос, и так свою выставку назвал Сергей Крикалёв, рекордсмен по суммарно проведённому в космическом пространстве времени 803 дня. Он улетел в космос из Советского Союза, а вернулся уже в Россию, а ещё стал основоположником космической 3D-фотографии. Здесь представлено около 15 работ, именно вид нашей Земли из космоса. Конечно, она вызвала большой интерес у детей, потому что такое не всегда увидишь. Выставка Сергея Крикалёва открылась в Доме культуры «Юбилейный» в рамках Международного детского благотворительного фестиваля «Ангелы природы», который продолжает работать в Сочи и ставит своей задачей экологическое просвещение детей. Сегодня в «Юбилейном» школьникам показали и экологический фильм «Свалкармония». Это рассказ о том, как в Южной Америке приезжий учитель вместе с детьми, живущими на свалке, собирает целый оркестр, а инструменты они вместе делают из обычного мусора. «Свалкармония» – это история о том, как музыка изменила жизнь детей. А о том, что каждый из детей может сам выбирать и обменять свою жизнь, рассказали специалисты-графологи из Москвы. Они по одному только почерку определяют характер человека. Наша методика, основанная на анализе почерка, когда маленькие дети мы им даем рисунки рисовать, мы уже определяем эти способности, это направление их профессиональной деятельности, где бы они чувствовали себя комфортно, и сфера этой деятельности приносила бы им удовлетворение. Проект «Ангелы природы» инклюзивный, поэтому подобные тесты уже прошли и дети с особенностями развития. Завершится фестиваль завтра большим экологическим уроком, участие в котором примет около 2000 человек.